ну я не знаю почему подписался но это самое страшное что я делал свою жизнь полетели я высоты боюсь но это как сказать ну как контролируемо боюсь да это в принципе вот я для того и делаю это чтобы периодически да 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 как-то градуировать заново потому что иначе она прогрессирует да страх 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 внутри страх внутри о бассейн если что туда слышите на воздух здесь конечно его пить хочется а вы давно а вы давно летать я я понимаю я 16 лет фотографии но для себя правда не для за деньги но правда тоже прошел разный период и сейчас уже несколько лет снимают только пленочными старыми как я в той арке был когда-то два года назад я четвертый раз за два года в грузии а вот это наша тень подбрасывает эта точка невесомости это как с резинкой когда падаешь вниз а потом вверх и наверху завися он вот этого доля секунды это чистый такой вот она уааха мама родная но я вообще довольно близко подлетаю но это я это я не вам это я им они же тоже должны бояться Вот так это выглядит снизу. Красивый. Классно. Я это никогда бы упро не помню. Не знаю, что получится. Ветер такой, что аж глаза слезятся. Я представляю, какое у меня сейчас лицо, но я его потому и вижу. Давай, мама. Смотрите, что внизу. А как речка называется? Орагви. А, это Орагви тоже? Совсем низу, спасибо. Да, все стремнее и стремнее. Ну и стремительнее тоже. Так, если что, в мою коллекцию пластинок я завещаю Михалыч тебе, а фотоаппараты Бахомов тебе. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ой. Да, что же самое будет, когда мы купить, то начнем, мама рывная. На самом деле расслабиться довольно трудно, но нужно, потому что иначе начинает реально трясти просто. Да. А сам ты откуда? Я из Риги. А? Из Риги, Латвия. Да. Ну, я, да, вот. Будем поддерживать престиж из Республики. Ха-ха-ха-ха-ха. Зимой много из ваших вообще стран. Без два, Латвия. Кататься, наверное, ездят. Надо так кататься. Сюда, просто, подешевле, чем в Италию или Австрию, наверное. Так и есть. И тут людей нет, да. И летают, наверное, вместе и сюда, в Гудаури, я так понимаю, в основном. Я в Санэте два раза был, но не зимой. Я сам не катаюсь на лыжах. Это весной был, до Ужгули добрались даже. А вот там стая каких-то птиц. А это орлы какие-то или что это? Да, вороны просто. Ну, я их сверху никогда не видел. Ха-ха-ха-ха. Обычно же снизу. А у нас черных ворон мало, у нас серые, а не другие. Ох ты. Ой, блин, стрёмно. Да, какое-то время назад эта арка была над нами. Сейчас она под нами. То есть мы примерно вдвое увеличили высоту. А вот та палатка, с которой мы сняли. Наверху прохладно. Вот я не зря надел худи. Ну и плюс от гор тепло не идет от земли. Ты готов-то? Блин, да я все равно готов не буду. Уууууу. Только так. Потихоньку да? Ууууу. Это такая, потихоньку да? Уууууу. Не тошнить не будет, но просто не хочу паники на видео перед друзьями. Это очень приятно. Да. Давай, хорошо. Вот оно, счастье. Ну, я так полагаю, что фраза это круче, чем секс на служебе. Часто. Вообще по нему и прочему еще и красиво. Потому что у нас тоже на параллане можно играть. Но, блин, ну, равниной все. У нас самая высокая точка 400 бантик, 11 или 413 метров над уровнем моря. Это курам на смех. Ну что, передаем что-нибудь? Пока я не переду вам. Хорошо. Хорошо. Давай. Сильно тяжелее, когда человек вес больше? Сильно тяжелее управлять, когда вес больше у человека или наоборот? Стоп. Сильно тяжелее. И более другие активации. Ну, я психологически готовлюсь к какому-то кульбиту. Как и... Потом. Да. Потом. Потом. Да. Да-да. Да-да. Вообще, я предполагаю, что когда я встану на землю, коленки у меня будут мягкие, а глаза будут по полтиннику, как говорится. Ну нет, это уж слишком. Нет, с парашютом я прыгал, с резинкой прыгал. Там по-другому, да, но там эти первые три секунды до того, как вытягиваются стабилизирующие и потом основное, но, конечно, особенно когда тройкой бросают, первый, второй, а я третий пошел. То есть ты видишь, как он там внизу вот так вот болтается, думаешь, мама родная, куда я вообще на что подписался. Это всегда, ожидание таких вещей всегда самое страшное. Да, ну вот, это точно. Я инструктор спросил тебя толкнуть, я сам. Чуть пошел. Но на самом деле внутри, конечно, борьба идет. У меня в детстве случилось что-то, я не могу сказать, что я помню точно. Я сел на колесо обозрения, да, сел на колесо обозрения, на котором до этого уже катался. И вдруг все, на четверти меня переклинило, я глаза закрыл, вцепился в корочни. И следующий раз на колесо обозрения я залез, у меня уже было больше 20 лет. И вот потом я уже реально стал сознательно себя заставлять двигать, чуть-чуть push the limit постоянно. Потому что иначе это схлопывается обратно. Нет, это логично. Так что спасибо тебе большое. Ну, хорошая работа, людям счастье нести. Чтобы фазами идет. То есть фаза прошла, а тут следующий раз. Угу, понял. А интересно, какой-нибудь тепловизором нельзя, там, потоки искать? А, то есть вообще есть такая штука, да? Да. Ничего себе. Это, конечно, умные, вновленные технологии. Я понял. Если бытовые тепловизоры, то они толпы до 10 метров, где память будет. Ну, я понял, да. Надо, чтобы полкилотека от того, чтобы вынесли, что вынесли, что вынесли, что вынесли. А полкилотека это уже от оптика, я узнавал, что вынесли. Вот, вот, мама, я тебя очень люблю. Пожалуйста, не беспокойся, когда будешь смотреть это видео. О, рядом с городом пролетаем. А вы видео же потом не редактируете ничего, да? Просто телепром, да. Потом я... Ну да, я сам потом порежу. Ну да, я сам потом порежу. Но вы только через YouTube его заливаете, да? Ну, бывает, там, на заказ делаем, но там, ну, идентина стоит, потому что человек будет, ну, будет просто. Я понял. Да, это же так. Друзьям похвастаться. Ну да, ну, снять его и снимать. Это память для знакомых друзей. Блин. Фух. Не, ну это, конечно, это очень ярко. И у меня сразу стоит вопрос, что следующее. То есть я уже, наверное, затяжной, следующее это затяжной прыжок. Ну, а чуть-чуть и нет. Да? Да, да, да. Надо потихонечку повышать градусы. Вот такое. Еще. О, пошел наверх. Нет, если глаза закрыть, вообще просто как будто в колыбели качаешься. Да, оно вот такое. Ничего себе, с четырех лет. А, даже нету резких перегрузок. Ну, если я вот так летаю в деревне, то все там уже не встречается. Ну да. Если я крутиться начинаю, тогда я знаю. Да, я уже чуть-чуть почувствовал. Да, такой чу-лион, ты не говорил. Если укачивать будет, то нужно, скорее, сказать. Не, не. Ну, и чтоб ты есть. Я... Нет, у меня вроде вестибулярка в порядке. Как бы я обязываю это сказать? Не на яхте никогда не тошню. Ничего такого. Даже в шторм. Мои разноцветные носки побывали в воздухе. Я в Риге популяризирую идею носить разные носки. Назвал это движение носочного плюрализма. На самом деле, не нужно сортировать после стирки. Это раз. Если один с дыркой, второй можно не выбрасывать, следовательно, экономия. Следующий мы еще... Да, сплошные плюсы. Ну, бабы не поймут, конечно. Но для мужиков это вполне нормально.